Сегодня мы заявленная тема лекции — это корреляции. Что такое корреляции, когда мы говорим о спектральных свойствах соединений? Вчера мы обсудили тему получения эмэрного сигнала. Мы обсудили возможность регистрации эмэрного сигнала для различных ядер. Мы говорили о том, что у нас это могут быть протоны, это могут быть эглероды, могут быть какие-то иные гетероядра. И гетероядрами мы займемся чуть позже, на четвертой лекции. Сегодня ограничимся пока протон-углеродными взаимодействиями, протон-протонными взаимодействиями, углерод-углеродными взаимодействиями. Корреляцией будем называть любой эксперимент, который позволяет вам установить наличие связи между одним ядром и другим ядром. Связи имеются в виду химической связи. То есть, если вы в состоянии наблюдать сигнал протона и в состоянии наблюдать сигнал углерода в эмэр-спектре, то каким-то образом можете провести эксперимент, который докажет наличие связи. Либо прямой, либо, может быть, это непрямая связь в смысле, что существует некая, пусть удаленная, но все равно, отношение. Через две связи, через три связи и так далее. Некая близость между этими двумя ядрами. И вы можете с помощью какого-то эксперимента доказать наличие таких отношений. Вот это мы будем называть установлением корреляции. Вы скажете, ну хорошо, если мы видим спектр этанола, условно говоря, квадруплет и триплет, все его помнят, надеюсь. Если не все, то большинство из вас. Поскольку спектр всего два сигнала, поскольку один из них явно триплет, второй из них явно квадруплет, и константа одна и та же, тем самым обычный, простой протонный спектр уже является доказательством наличия связи между ними. В этом смысле, да, мы тут тоже говорим о возможности установить корреляцию без проведения специальных экспериментов. Ну это, да, это вопрос философский. Это можно сказать, что это так действительно, но в обычной жизни спектр гораздо сложнее, и для доказательства структур более сложных молекул такого эксперимента чаще всего оказывается недостаточно. Мы поговорим немножко об одномерных спектрах сегодня, которые могут использовать для установления корреляции, и поговорим немножечко о двумерных спектрах тоже. Самый простой эксперимент, который, хотя не может использоваться непосредственно для установления отношений углерода с конкретными протонами, но, по крайней мере, позволяет вам... Что такое? А вам, по крайней мере, сразу, потом он подключится к этому, может, там без него. Но позволяет вам, по крайней мере, осуществить некий... ...протон каунт, то, что называется. Правильно посчитать количество протонов, привязанных к каждому конкретному углероду. То есть позволяет вам, по существу, доказать, является ли данный углерод четвертичным, третичным, вторичным или первичным. Это будет первый тип экспериментов, которые мы обсудим. Назовем это «протон аккаунтинг». Обычный углеродный спектр, когда мы его записываем, в целях повышения чувствительности пишется с развязкой от протонов. Правильно? То есть каждый сигнал углерода представляет из себя синглет. Вы обычно видите менее интенсивные четвертичные углероды, все остальные углероды более или менее одинаковы. Так? Вы во мне пока не это самое, не подключил. Если развязку от протонов не использовать, отключить, либо применять то, что называется декаплинг техник. вы будете в состоянии наблюдать мультиплетность каждого конкретного углерода. И правила там все те же самые, которые мы обсуждали вчера для протонов. Четвертичный углерод будет представлен в виде симблета. В данном случае четвертичным мы называем любой углерод, не имеющий заместителей протонов. Это никак не связано с определением обычных углеродов из органической химии. Тритичный углерод для нас это будет не углерод, имеющий три связи, а углерод, имеющий один протон. То есть он может быть СП3, так и СП2, так и СП, гибридизованный углерод. Если он имеет одну СН-связь, мы будем его называть тритичным. И такой углерод будет представлен в спектре в виде дублета. Соответственно, метиленовая группа опять-таки СП3 или СП2 гибридизованная, неважно. Появится в виде триплета. И наконец метильная группа сигналит в виде квартета. Но если вам придет в голову идея зачем-то записать спектр метана, то это будет квинтет. Но метану всего один, поэтому записывать его спектр обычно никому в голову не приходит. Такую информацию можно получать, можно получать таким способом, но есть огромные минуса. минус фермы интенсивность таких сигналов, интенсивность наблюдений мультиплетов существенно луже, чем интенсивность наблюдений символета. Почему? Потому что когда вы используете декаплинг, broad логерного эффекта Эверхаузера, все сигналы усиливаются раза в четыре сигналы углерода. Когда вы отключаете этот самый декаплинг, вы теряете это преимущество, то есть сразу уровень отношения сигнала к шуму падает в четыре раза просто за счет отключения декаплинга, отключения разгаски. Русский термин использовать. Плюс ко всему даже вот этот слабенький сигнал, когда вы щепите на компоненты, триплет, квадриплет и так далее, это уже четыре линии вместо одной, три линии вместо одной. Интенсивность, разумеется, падает еще больше. Тем более, что здесь мы говорим только о прямых константах, существуют еще непрямые, то есть он щепится на самом деле даже не на три линии, а на гораздо большее количество линий за счет более далеких констант. То есть если навести зум на вот этот триплет, типичный триплет в углероде выглядит как-то вот так, неправильно, как-то вот так. Вот эти дополнительные подлохмачивания осуществляются за счет более далеких констант через две, через три связи. Эти константы тоже есть. Поскольку мы перестали их убивать, мы все их здесь видим, и, как я уже говорю, чем сигнал шире, тем он ниже. И в данном случае ширина его довольно большая. Соответственно, он начинает у вас тонуть в шуме. соответственно, без развязки от протонов записывать углеродный спектр неэффективно. Время регистрации увеличивается минимум в десять раз. А это может быть довольно дорого. чтобы получить всю ту же самую информацию, но избежать необходимости накопления этих самых спектров, используются более сложные техники. Я не верю, что данная аудитория подготовлена к тому, чтобы обсуждать здесь и бусные последовательности мы этого не будем делать. Просто на пальцах покажем, как это будет выглядеть и как этим пользоваться. Это более актуально для химиков органика. Существует следующая техника. Называется она depth. Distortionless Enhancement Through the Polarization Transfer Расшифровка, но это неважно. В зависимости от используемых импульсов и задержек между этими импульсами различают первоочные техники depth. Depth 45, Depth 90, и Depth 135. Это угол 45 градусов, 90 градусов, 135 градусов. Как это все выглядит? В Depth 45 вы наблюдаете все сигналы углерода в виде синглетов за исключением четвертичных. Четвертичные из спектра исчезают. CH3 CH2 ch c плюс 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 0 0 это значит и спектр давайте я сюда перенесу или попробуем потольше просто писать чтобы вы видели ch и c плюс 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 0 так видно в этой 90 происходит очень интересная тема мы фактически в данном случае наблюдаем только ch сигналы только мукины все остальные сигналы если даже не исчезают то очень очень сильно понижают свою интенсивность депутат самый полезный эксперимент потому что в нем происходит обращение интенсивности сигнала ch2 здесь поставил знак минус это означает что сигнал не исчезает но он становится отрицательным вместо спектра поглощения сигнала мы видим спектр испускания пример если у нас был углеродный спектр состоящий из синглета дублета триплета квадруплета то есть соответственно четвертичного третичного вторичного и первичного углерода в депте 45 останется только три сигнала в депте 90 останется только один сигнал и наконец в депте 135 это будет выглядеть следующим образом синглета не будет дублет будет положительным триплет будет так кстати здесь дублет должен был остаться триплет будет отрицательным по интенсивности и квартет будет положительным что важно важно что сочетая эти самые спектры мы теперь будем в состоянии однозначно предсказать какого типа углерод у нас присутствует так например редактирование возможно следующим образом если вы возьмете год 90 чистый год 90 он вам даст непосредственно сразу чаши если вы возьмете служите если вы возьмете и служите депт 45 и депт 135 и потом вычтите из него удвоенный депт 90 у вас останутся только метилы а такую математику как вы понимаете со спектрами можно делать очень легко используя компьютер и наконец если вы вычтите из депта 45 депт 135 то у вас останется удвоенный сигнал метиленов таким образом нужно получить три спектра отдельно в первом из них будут только метилы в другом только метилены и в третьем только метины это называется редактированием углеводных спектров и да это очень полезная процедура чуть позже когда мы начнем говорить о а сейчас кусе экспериментах которые тоже или самую функцию там тоже метиленовый компонент будет отрицательный то же самое можно делать с двумерными спектрами тоже есть немножко другая техника которая называется и нет эта техника позволяет редактировать точно также эти самые спектры не развязывая их при этом вот протонов либо не используя эффекта ядерного эффекта вархаузера почему это может быть важно потому что не все ядра под действием а ядерного эффекта аверхаузера усиливают свою интенсивность ядра с отрицательным спином таких немного но они есть и самые важные из них это кремний 29 и два изотопа улова 117 и 119 вот эти самые ядра когда вы их начинаете развязывать от протонов вместо того чтобы усилить свою интенсивность эту самую интенсивность снижают развязываться все равно как то надо если вы хотите видеть синглет вместо дублета но интенсивность не хотелось бы терять поэтому используется именно техника инепта для того чтобы избежать этой самой неприятного эффекта а проектор похоже уже несут во всех остальных смыслах инепт почти идентичен депту я надеюсь что скоро экран подключат тогда мы будем в состоянии посмотреть как эти спектры выглядят в реальной жизни а пока начнем потихонечку я буду обсуждать методики двойного резонанса сначала резонанса одномерного и потом по секунду перейдем к двумерным спектрам итак двойной резонанс это самый простейший эксперимент позволяющий действительно осуществить корреляцию он может быть как на одном и том же типе ядер homo nuclear resonance так и на разных типах ядер то есть вы осуществляете корреляцию между допустим протоном и протоном либо между протоном и каким-то другим ядром неважно каким это может быть углерод это может быть фтор может быть фосфор и так далее в случае homo nuclear resonance то есть резонанс на одном и том же типе ядер обычно это имеет смысл для ядер высокочастотных протон фтор третий и так далее просто потому что во-первых так устроен прибор что облучение осуществляется проще всего именно на высокой частоте обычно пробы так выпускаются под протон но в принципе другие пробы позволяют вам развязать протон от фосфора и так далее то есть позволяет есть возможности на специальных пробах облучаться на низкой частоте с развязкой низкочастотных спектр а давайте тогда что ли этот экран поднимем если можно этот тоже можно экран поднять чтобы он не мешал просто поставили как это выглядит отлично на доске сейчас будет куча места как это выглядит представляете у вас есть спиневая система допустим для простоты возьмем пропанул три группы одна из них будет представлять собой триплет потому что два соседствующих спина в промежутке из-за наличия пяти спинов это будет секстет секстет и наконец этот товарищ окажется тоже триплетом существует возможность регистрации сигнала с одновременным облучением узкой полосой одного из наблюдаемых сигналов что при этом происходит например мы начали облучать этот самый триплет узкой полосой на чистоте характерные для этого триплета когда мы вчера писали о том как взаимодействуют спины помните мы говорили что наблюдаемый спин а имеет некий зазор энергии здесь у нас может быть так здесь так и спин B тот который сейчас мы будем облучать не наблюдаем дополнительно расщепляет энергии по еще двум уровням тогда у нас это будет а а а B B B B или здесь соответственно A B A B эти уровни идут за счет инвертирования спина A B и эти уровни маленькие за счет инвертирования спина B ну а что ты свою тошибу подключаешь а а а а теперь представьте себе что мы начинаем облучать наш образец на чистоте характерные для вот этого самого перехода и чему это приведет это приведет к тому что все наши спины второго типа а именно спины B окажутся в возбужденном состоянии все они будут закачаны на верхний уровень то есть популяция нашего энергетически более выгодного состояния окажется равной нулю все наши ядра будут только здесь и только здесь соответственно по спину B в результате останется доступным вместо двух переходов да только один переход и вместо биглета в данном случае мы будем наблюдать синглет это упрощает спектр мы снимаем константу с принципийного взаимодействия убиваем ее константу AB вернемся сейчас к этому моменту если мы облучаем вот этот конкретно триплет что происходит наблюдение этого сигнала становится невозможным мы энергии забиваем здесь все и вся поэтому здесь у нас просто будет некий вибель более или менее интенсивный я нарисовал менее интенсивный просто чтобы много не рисовать секситет упростится вместо шести соседей этих мы убили помните останется только три в результате мы будем наблюдать здесь квартет триплет поскольку этот сосед далекий а этот мы не трогали он не убит он все еще живой никак не изменится триплет останется триплетом если мы начнем облучать триплет это будет наш эксперимент б проводит следующее в данном случае при облучении триплета этот сигнал не изменится потому что он слишком далеко он останется триплетом секситет опять же мы сняли убили триплет остался только два соседа значит он не простится станет триплетом и понятно что этот сигнал будет убит я здесь рисую просто югель и наконец последний эксперимент это эксперимент с облучением собственно говоря секстета эксперимент си если вы убиваете секстет то спины оказываются заизолированными у них не останется соседей это выродит их в синглеты ваш триплет станет синглетом это убитый секстет и ваш триплет станет синглетом таким образом вот эти самые три эксперимента с облучением последовательным облучением каждого из сигналов показывают вам что окей мы облучили здесь сигнал упростился что это такое это означает что эти два сигнала принадлежат двум соседствующим протонам между ними была константа спин-спинового взаимодействия которую мы убили если сигнал не упростился значит такой константы не был значит эти протоны находятся достаточно далеко друг от друга вот этот простейший корреляционный эксперимент то же самое можно делать между протонами и гетероядрами так например если вы наблюдаете спектр без развязки от протонов допустим это будет спектр этанола углеводный спектр этанола углеводный этанола и мы начали облучать протоны не широкой полосой это не декаплинг а узкой полосочкой конкретно на вот этой частоте в протонном спектре мы увидим что спектр соответствующего углерода упрощается он становится интенсивным синглентом интенсивным потому что идет одновременно усиление сигнала за счет ядерного эффекта а этот сигнал остался таким же каким друг что это доказывает это доказывает что углерод при 70 миллионах долях действительно связан с протонами допустим 3 трех с половиной миллионных лов ну тогда давай мой компьютер подключаем вместо своего теперь а то так не честно в одномерных корреляционных спектрах простите спектрах двойного резонанса каждый раз частоту для облучения вам нужно фактически выбирать вручную и отдельно проводить каждый раз эти самые эксперименты это с одной стороны может быть и удобно потому что вам не нужно тратить много времени на облучение всех чистых а с другой стороны требует вашего присутствует не можете автоматически запрограммировать машину спектр кузи представляет себя гомоядерную корреляцию то есть на одних и тех же ядрах который построен фактически как спектр двойного резонанса на протонах но вы облучаете последовательно это неправда не так построен но эффект получается такой же как будто вы последовательно облучаете все частоты и получаете тем самым второе измерение как он устроен у вас есть это девки к кузи хорошо пусть будут девки неважно у вас есть некая диагональ по диагонали вы видите просто отклик сигнала сам на себя ну это понятно на диагональном сигнале идет один и тот же сигнал как по вертикальности так и по горизонтальному то есть фактически вдоль диагонали располагаются ваши сигналы ничего больше но есть так называемый кросс пики тоже это пики располагающиеся вне диагонали и вот эти пики самые важные потому что наличие такого пика доказывает вам что существует константа спин-спинного взаимодействия это значит что они находятся достаточно близком расстоянии друг от друга между соответствующими сигналами видим кросс пик здесь это пик между этим и этим то есть эти два протона либо непосредственно связаны друг с другом через две связи либо максимум через три в данном случае речь идет о двух протонах при двойной связи наличие взаимодействия через три связи дает вам как раз вот этот вот кросс пик обычно козе спектр выглядит немножко пострашнее чем этот это были модерновая версия называется дфки который позволяет очень сильно снизить интенсивность диагональных пиков обычно спектр козе имеет очень мощные диагональные пики огромные и очень маленькие кросс пики но поскольку наблюдение именно кросс пиков самое важное поэтому люди пишут мне девки дфк козе на был квантом и этот самый спектр позволяет серьезно усилить интенсивность кросс пиков по отношению к пикам диагональный кроме этого эксперимента есть другого очень важное свойство в козе спектра вы можете часто наблюдать а если он хорошо разрешен записан хорошим разрешением в принципе константы спинспильного взаимодействия ваш кросс пик вот если у вас есть мультиплетик допустим это квадрупплет по одному измерению и допустим триплет по второму измерению да разумеется там на этом кросс пике если действительно прописать вот таким образом что все они будут разрешены вы будете видеть двенадцать пятнышек что-то типа вот такого и в принципе расстояние будут честными они будут соответствовать константам хорошо это или плохо иногда это просто бесценно потому что кросс пик может выделить ваш сигнал из толпы перекрывающихся мультиплетов представляете вот эта вот штука перекрыта с чем-то еще когда вы тянете за триплет она вытаскивается и здесь сейчас вы можете померить соответствующие констант так на этом мультиплете так и на этом мультиплете мелко полу катается кроме того существует версия козе которая называется козе 45 некоторые люди используют измерение углов в радианах тогда это будет козе пи на 4 обычная козе также называется козе пи пополам или козе 90 в этом случае вы можете замерять в том числе и знак вашей константы константы не всегда положительные они бывают отрицательными константа с принципиумного взаимодействия имеет знак для одномерных спектров разницы никакой это просто расстояние между пиками и вы видите его модуль расстояние до двумерных спектров разница может быть существенно потому что в козе 45 часть пиков будет убиваться в результате вы будете видеть не все кросс пички а только часть из них и в общем виде для положительных констант пики будут располагаться вдоль диагонали они будут вытянуты вдоль диагонали для положительных констант и располагаться поперек диагонали для отрицательных констант и тем самым еще раз говорю вы сможете померить знак вашей константы что может быть важным для мы обсуждали что константы с принципиумного взаимодействия как величины так и знаки могут быть важны для отнесения структур не обязательно пишется на протонах подробнее об этом поговорим об этом поговорим во время четвертой лекции но хотя подавляющее большинство экспериментов козе химиками пишется на протонах протон протонная козе никто не сказал что это эксклюзивное свойство только протонов вы можете писать козе если у вас есть подходящий проб на любом достаточно чувствительном ядре при том условии что это через это ядро имеет хорошую натуральную концентрацию нет большого смысла писать допустим углерод углеродные козе почему потому что с тем что чувствительность низка это понятно потому что концентрация природная концентрация углерода c13 один процент и соответственно вероятность нахождения двух углеродов c13 соседствующих друг с другом это 1 сотая процент поэтому техника козе в данном случае скорее всего не сработает вы не будете видеть этих самых кросс пиков на фоне огромного диагонального спектра но есть другая техника которая называется немножко смешно она называется называется на инадекват по моему так неадекватный сейчас я попробую быстро найти пример этого самого неадекватного спектра секундочка вот это вот типичный спектр неадеквата ладно мы его видим частично но смысл тут понятен спектр очень низко чувствительный а именно по той причине которая только что сейчас изложил потому что он действительно работает на одной сотой процента всех возможных откликов обычно требует огромных концентраций вещества то есть раньше с вами никто бы не стал разговаривать о об инадеквате если вы не можете предоставить хотя бы четверть грамма вещества сейчас ситуация немножечко улучшилась с повышением чувствительности приборов и особенно с появлением приогенных пробов которые мы обсуждали вчера сейчас я сказал так что людям будет с вами разговаривать если у вас есть миллиграмм 30 лучше 50 вещества уже можно записывать такие спектры при наличии нормальной техники спектр очень просто читается вы идете сверху вниз и каждый раз вы будете видеть два пятна на каждой горизонтали вот эти допустим два петра упс раз и два говорят вам что между этим и этим углеродом есть прямая цц связь эти два пятна эти два пятна и так очень легко читать спектр фактически фактически проходя сверху вниз через весь спектр вы можете построить полный молекулярный граф молекулы вернее то ее части которая имеет цц связи если происходит разрыв графа гетератомом как это часто бывает допустим в пептидах или в полисахаридах да они связаны кислородными мостиками или азотными мостиками пептидными цепями тогда вы будете иметь отдельные куски графов не связанные друг с другом если эта молекула которая имеет непрерывный углеводородный скелет вы фактически можете нарисовать без отрыва карандаша от бумаги да то инадекват дает вам фактически полную структуру и тем самым чуть ли не такой же мощный как x-ray единственное что углов не дает и длин связи да но структуру фактически позволяет вам нарисовать и кристалл растить не надо кстати о пептидах и олигосахарин для распознавания структур таких молекул очень полезным оказывается эксперимент называемый токси токси бывает как одномерный так и двумерный и что делает токси он позволяет вам потянуть за какой-то сигнал и вытащить всю спиновую систему не только а те мультиплеты как в кузе которые непосредственно коррелируют с данным данный это тот который вы облучаете но вообще все которые связаны с ним через цепочку связей допустим допустим тот же самый пример с пропанолом если вы пишете кузи пропанола то у вас будет три диагональных пика понятно и два кросс пика потому что этот связан с этим этот связан с этим но этот с этим не связан непосредственно это кузи спектр это кузи спектр токси спектр будет отличаться в том плане что поскольку это линейная корреляция они представляют из собой цепочку которая в принципе для вот этого конкретно метилена является единой вы будете видеть все возможные кросс пики в том числе между этими крайними сигналами прямой связи нету но существует связь через некий компонент для которого это единая спиновая система токси также переводится как расшифровывается как total correlation spectroscopy вы спросите а зачем оно надо видеть все кросс пики да а представьте себе что у вас есть олигопептид или полипептид или олигосахарид или полисахарид опять же в котором есть разрывы корреляции да через кислород или через пиктивный мостик где гетероатом разрывает вашу макромолекулу на отдельные небольшие кусочки и тем самым токси позволяет локализовать эти самые кусочки показывая все сигналы которые в этот маленький кусочек входят то есть для сейчас опять подхожу к компьютеру чтобы найти картинку так какой-то он мессил вот вот спектр токси допустим как вы видите потянув за любой сигнал в данном случае за сигнал при 8 ppm мы вытаскиваем всю информацию то маленькой спиновой подсистемы которая характерна для которая коррелирует с этим конкретно протоном потянув за другой сигнал мы получаем другие пики здесь которые относятся к другой спиновой подсистеме то есть если у вас есть это явно какая-то пептидная цепочка на что 8-9 это как раз типичные пептидные пики то есть если у вас допустим олигопептид содержит аминокислоты там остаток 1 остаток 2 остаток 3 и так далее вы облучаете любой протон в этом остатке вы получаете все его протоны отдельно облучаете любой протон в этом остатке предполагается что он не перекрывается с каким-то из протонов этих вы можете выбрать любой протон и в этом ценно любой протон который виден отдельно и вы получаете их все то то этот эксперимент можно выполнять в одномерном варианте и тогда смысл получается тот же вы облучаете по методике токси любой отдельно стоящий сигнал и выделяете тот спектр который содержит все сигналы с ним так или иначе напрямую или удаленно коррелирующие да кстати я забыл сказать что если какие-то возникают вопросы по ходу дела давайте задавать сразу по ходу дела ждать конца лекции не надо не стесняйтесь у токси кстати есть другое очень забавное имя называется хо-ха-ха хорошо теперь поговорим о гетероядерных корреляциях сегодня о протон углеродах дает вам очень ценную информацию позволяя непосредственно соотносить протоны углеродом если вы знаете что это вот протон такого типа и вы знаете о чем это может быть да непосредственно через позволяет вам установить связь и приписать это в протон конкретному углероду фактически дает вам возможность установить все связи ц в молекуле эксперимент бывает двух типов один из них называется headcore более старого типа а сейчас более не используется только на очень старых машинах почему потому что регистрация осуществляется на ядрах углерода вы облучаете протон и регистрируете углерод углерод как мы помним в 6400 раз менее чувствительный чем протон соответственно приходится каждый спектр довольно долго копить и качество часто оставляет желать лучшего более новая версия позволяет вам переносить поляризацию с протона на углерод потом возвращать ее обратно на протон и регистрировать уже протонный спектр и разные версии этого эксперимента называются либо HSQC это моноквантовая версия эксперимента либо HMQC это поликвантовая версия того же эксперимента различаются они деталями и если вы фактически только начинаете работать в этой области вы особой разницы не увидите но я сейчас чуть позже немножко объясню HSQC позволяет делать немножечко больше чем HMQC как выглядит спектр давайте его найдем да мне жалко видеооператоров они постоянно вынуждены за мной следить я извиняюсь за это но ничем помочь не могу вот пример спектра HMQC именно тот самый о котором я говорил у вас есть по одному измерению протонный спектр по другому измерению углеродный спектр и вот это вот те самые ценные пятнышки которые мы пытаемся отловить вот то есть я это обычно со студентами своими мы шутим что это гадание по леопардовой шкурке то есть фактически у вас куча пятен вы их рассматриваете и пытаетесь установить корреляцию каждому углероду соответствует одно пятнышко на каждый протон к этому углероду непосредственно привязан может быть два как вот в этом случае это значит что это метиленовая группа с двумя разными протонами допустим цис и транс по отношению к какой-то другой группе если один значит один то есть этот протон связан с этим углеродом этот протон что ценно смотрите протоны часто перекрываются углероды иногда довольно часто тоже перекрываются когда у вас есть двумерная картинка вы относительно легко можете посчитать количество пятен и тем самым гораздо более точно установить количество протонов и количество углеродов фактически количество ц связи потому что каждое пятно соответствует ц связи теперь это был спектр HMQC мультиквантовая или поликвантовая корреляция с исчезки уси дает вам ту же самую картинку но его можно записать не в магнитудном варианте магнитудные это все пики дается по модулю имеют один и тот же а будет уже интенсивность положительную но можно записать его в варианте фазочувствительным то есть то же самое что мы обсуждали для депта когда ваши метиленовые пики будут направлены вниз на двумерной картинке это обычно отражается другим цветом у меня они черно-белые здесь вы этого не увидите в любом случае но если вы себе представить трехмерную картинку часть пиков будет двумерной карты торчать наверх а часть пиков будет торчать вниз вот те которые торчат вниз это метилены гарантированно тем самым такая корреляция позволяет вам дает вам большую информацию раз и два позволяет вам избежать необходимости записывания отдельных депт-экспериментов эксперименты типа HMQC или HSQC имеют чувствительность протонных спектров потому что фактически это регистрация протонов на каждый слайс слайс слайсом мы называем срез двумерного спектра который непосредственно регистрируется в виде одномерного спектра достаточно потратить от одного при хорошей концентрации до четырех сканов пишется он максимум минут двадцать это часто гораздо быстрее чем необходимо для записывания качественного углеродного спектра то есть если у вас мало вещества очень часто дешевле записать двумерный HMQC спектр чем копить приличный углерод при этом он дает как вы видите гораздо более ценную информацию во-первых сразу корреляция во-вторых вы можете непосредственно посчитать количество углеродных пиков и получить если это HMQC спектр еще и бесплатно информацию типа адепт 135 особенно ценно такого типа корреляции бывает регистрировать если у вас есть небольшие концентрации каких-то металлических комплексов допустим с платиной или осмием которые настолько низко чувствительны что наблюдение прямое наблюдение становится вообще невозможным если у вас нет достаточно вещества но если ваша платина привязана к фосфору фосфорный элегант на платине допустим вы просто пишите при наличии разумеется четырехполосного бродбанд проба или трехполосного вы пишете HMQC платина фосфорный что это вам даст фосфор это очень чувствительное ядро чувствительность ну где-то 80 процентов от протонного это очень хорошая чувствительность платина низко чувствительный элемент ну что же делать не важно потому что мы перенесим нашу корреляцию с фосфора на платину возвращаем его обратно и регистрируем фосфор а не платину и получаете кросспик где-то и тем самым можете замерить химический сдвиг как фосфора так и платины и ради не зарегистрировав собственно говоря платиновый спектр это 31 фосфор ppm chemical shift а у этой по этому измерению это будет химический сдвиг платины 195 но с платиной еще как бы можно иногда регистрировать напрямую если у вас есть много вещества а вот допустим если это 8 183 он очень очень низко чувствительное ряду и зарегистрировать его напрямую фактически невозможно вот тогда такие корреляции становятся просто бесценными корреляции как гомоядерные так и гетероядерные чувствительные чувствительные к той константе спинспинного взаимодействия которую вы собственно говоря изучаете чтобы зарегистрировать такой спектр нужно себе представлять хотя бы примерно величину константы спинспинного взаимодействия между платиной и фосфором чтобы записать спектр HMQC нужно хотя бы примерно представлять себе а какая константа характерна для прямого взаимодействия протона углерод во втором случае это легко мы знаем что они где-то между 120 и 150 поэтому ставится обычно среднее значение 135 герц и регистрируются всегда очень приличные спектры а что будет если мы поставим другую величину допустим герц 8 или 10 маленькую константочку это типичная величина констант для более далекого взаимодействия не через одну связь а через 2-3 связи тогда этого спектра мы уже не увидим прямых связей наблюдаться не будет а вместо них будут наблюдаться более далекие взаимодействия этот эксперимент тоже существует он называется в первом варианте более старом который регистрируется с участием ядер углерода колок это устаревший эксперимент поэтому запоминать не обязательно а вот более новая версия эксперимента называется я компьютер спать пошел называется пока пароль не введу мне H H M B C таким образом комбинация H Q C и H M D C фактически позволяет вам выполнять ту же работу что и инадекват именно поэтому от инадеквата фактически люди сейчас отказались вам не нужна корреляция между углеродами потому что корреляция между протонами и углеродом позволяет вам выполнить ту же функцию протон А мы нашли эти три углерода потом из H M Q C мы сказали хорошо это был первый это второй это третий ко второму у нас привязан протон B мы нашли это из двумерной корреляции типа H S Q C и в H M D C теперь нашли что хорошо есть первый есть второй есть третий и мы тоже увидели еще и четвертый далее к третьему привязали H C через H S Q C корреляцию и опять отследили второй нашли первый разумеется через три связи четвертый обязательно увидим и дальше обнаружили еще и пятый и так далее двигаясь от протона к протону и от углерода к углероду мы расшифровываем всю цепочку то же самое что делает инадекват проблемы могут возникнуть только в том случае опять таки это характерно и для инадеквата тоже если у нас будут слишком большие разрывы но в принципе если у нас есть один кислород или один азот то это считается для H M B C маленьким разрывом и константы соответствующие метод чувствует то есть мы можем допустим если пятый у нас это не углерод а азот разумеется мы тут ничего не увидим но перейдя потом к четвертому через азот мы увидим следующий углерод назовем его сейчас пятым или шестым пусть азот не пятый а этот шестой то есть в принципе такие вот незначительные разрывы на один гетероатом не предотвращают не лишают нам устанавливать граф корреляции те из вас ребят которые останутся на семинар мы можем поупражняться порешать подобные спектры уже в конкретных структурных задачах вы кстати нас сколько осталось кто-то следит за этим 4 43 то есть еще немножко есть хорошо так секундочку так вот вот это обещал показать что не только х связи в 45 депте извините исчезают четвертичные сигналы углерода между прочим если уж мы об этом снова заговорили существует еще одна техника называется АПТ АПТ которая отличается от 135 депта только тем что в нем сохраняются четвертичные углероды и они тоже имеют отрицательную интенсивность то есть в спектре АПТ это выглядит вот так С CH 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 2 CH 3 то есть такой спектр тоже можно у оператора заказать вместо углеродного спектра и вы будете иметь вот такую вот корреляцию по интенсивности какие то вопросы есть потому что в принципе я все рассказал что хотел рассказать сегодня если вы хотите задать вопросы давайте их все обсудим а да конечно в предыдущие лекции относятся я думаю что вот в современных методах мы вот производим как удары и смотрим затухание вот для нас привычнее когда идет то есть последовательное воздействие разных волн грубо говоря и вот на определенный так вот а что это за такой удар на который отвлекается грубо говоря сразу все все с одной стороны с другой стороны он должен быть очень коротким что это за удар правильно он должен быть коротким интенсивным а сразу все не только вот определенные и все я не очень понимаю как это объяснить в терминах импульсов поскольку сам как бы задавание такого вопроса уже придет понять что как раз с импульсами понимания особого нет но интенсивные короткие удары на которые откликаются все гармоники вы можете себе представить действительно просто как удар кувалдой по системе поверьте на этот удар откликнется все хотя он короткий да да мало того из физики импульсов на самом деле следует что чем он короче тем фактически это соответствует короче по времени это соответствует более широкой полосе при переводе в в частотный домен то есть тот факт что он короткий как раз смущать не должен коль скоро он интенсивен он будет захватывать достаточно широкий спектр частот наоборот если у вас удар малоинтенсивный и достаточно длинный во времени вот такой удар будет селективным то есть я не знаю насколько я ответил на ваш вопрос потом потрогать чтоб не уснул какие то еще проблемы хотите обсудить вопросы о предыдущей лекции по этой лекции вообще чисто по жизни нет ну тогда на этом давайте лекцию закончим в можем и мы что это